Девушки отдыхают 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 и работал тоже, про его зря не скажешь. КОНЕЦ КОНЕЦ Отец был у меня жив, он был столер, у него в ограде была столярочка, но он ее называл завозни, у него всякий там инструмент был, целая стена навтыкнута, подрядочку, но Вася, он наводился к ему бегать в эту столярочку, ему поглянулось там инструменты эти все, узнать охота было, да и в стружках побродиться. Петрадочку, карандаш взял, вот какая инструмента, он ее срисует и спросит, дедушка, как звать, он скажет, ну ладно, он ему, отец, заинтересовался, стал вопросики задавать ему, он ему отвечает, ну отцу это стало дивно, как взрослый. Потом это дело было в субботу, приходит ко мне отец, и он говорит, девку этого ребенка береги, а я говорю, я их обоих берегу, он говорит, что я очень способный ребенок, у меня, говорит, по шкуре дрожь пробегает, вопросики ему задаю. Вот, это, говорит, девочка, это немножко поучится куда-нибудь, ну и учитель она будет, только ее, говорит, через глаза, хватит, а с этого можно больше спросить. Но я, я ему не призналась, я как будто бы это не замечаю сроду, я говорю, ну так и знаешь, как это, каждому родители свои дети хороши, вот так вот. А он, говорит, ну ты, говорит, тогда плохо, наверное, разбирайся в людях. Я говорю, не знаю, может быть, но только что я, говорю, я так понимаю, что каждому свои хороши дети, вот так вот. А почему я ему не могла признаться, вот я сейчас скажу. Потому что деревня, это, думаю, вон со своими друзьями, там, с кумовьями, с футовьями, он может и, когда разговор зайдет, он может сказать, скажет, вот ребенок такой. И разнесется по всему селу. Ну, а знаешь, каждый скажет, кто-то так поймет, а кто поймет, что схвастанула мать, видишь. И так он и умер, мне даже его сейчас порою жалко, бывает, отца, что я от него все это скрыла. Это он маленький, он, от Васи 17 лет. Это тоже. Это наш домик деревянчатый. А вот Федя снимался в печках лавочков, сидят с Васей. Судьба-то у него тоже сложилась, бедняги. Хоть описывай. Эй, делай, голубеный, делай. Ой, давай по-зарапу гулять, И больше никак не делай. И кала, 9-2-2-2-4-9. Голос же ему на балалай, никто так и не мог. И что он песни складывал, вот если так кого увидит, что идея, чего маленечко, неполадки, девчайные, там что-нибудь не ладно. Он обязательно тут же прям песню сложит и споет. Прямо изумление было. И он все знают, Федю. Он не воровливый, только что беспризорный. К один рос, где день, где ночь, где быть сутки прочь. Но погиб он, бедняжечка, ни за что. Он или поехал на свою родину, или в горноалтайский шофер. И тут, не доезжая, наверное, из Шинского моста, в машину их перевернулось. Дважды перевернулось. Он это все рассказал, успел Федя. И опять же встал на колесе, шофер поглядел, что она не повредилась. Ну и никого нету, никто не видит. Он все включил и уехал, а Федю бросил. А Федя сильно кровью его прямо, он голову разбил, кровью исходился. И он еще на последочках свою балалайку еще сыграл. А тут, ну конечно, шофера ехали. И видят, что такой человек убитый, окровавленный, они тоже скорее удирали. А один, наверное, шофер, что ли, пожалел, что ли, остановился. Говорит, что с тобой? Он успел рассказать, что, говорит, вот ехал я. И, говорит, это, у шофера так, что он рассказал, что дважды машина перевернулась, на колесе встала. И он, говорит, удрал, и меня не взял, говорит, не доставил до больницы. Вот я кровью исхожусь. А тот тоже, наверное, побоялся, что-то. Он говорит, хорошо, я заеду в Майму и схожу, приеду за тобой. И приехали туда, но он уже был мертвый. Ой, покурил бы нам дорога, не твой, милая. Ой, покурил бы нам дорога, не твой, милая. Любил Васил служить, что я ему рассказываю. И так ему мои слова в ересе, что я в книгах встречаю свои слова. С чего началось-то? Он говорит, мамка, сядь-ка вот со мной, поговорим сейчас что-нибудь. Я забыла, сыночка, все. Да ну уж как так забыла. Тебе вроде пометёжка-то нечего. Так это что? А я, говорит, забыла, все. Он, ну, может быть, что-нибудь во сне. Я говорю, о, во сне-то? Он лежит, покурил, вот сон за сном давая ему. А вот захотел спать. Я говорю, у меня же сынок эти веки закрывает. Спать захотел он. Он так, поумеет. Ну, ступай, мамочка, отдыхай, милая. А он их переписал. Вот я-то их же все знаю. Так, я и сейчас. Я, наверное, когда умирать только буду, забуду. Я все помню, да не только эти. Я ещё кроме знаю много. КОНЕЦ КОНЕЦ Мария Сергеевна, какой бы ты хотела памятник? Как? Какой бы ты хотела памятник, чтобы поставили Васю? Такая, как, это? Конечно, не такой же, что он. КОНЕЦ Ну, брось. А я что, понимаю? Я не понимаю в память ничего. Как я понимаю? Если бы я в курсе дела, я бы могла, ну, я маленько-то понимаю, но я же могу ошибиться в корень, вы же сами будете смеяться. Не могу, когда хорошо, не знаю, я не скажу даже. А скульптура Славы Клыкова нравится? Нет, нет. Ну, ее даже вот наши сродственники ко мне приезжали, и говорит, что дай нам бесплатно его, сродский, не возьмем. Честно. Ой, Толя, неужели он все время так и ходил моршиной, что там прямо в страну глядеть? Ну, чего он такого искал, на смех просто. Любой подойдет и будет скалить зубы стоять. Любой, так лучше его уже совсем не надо. Любой, ну, что такое, сутурился. Я тебе, там прямо у его стояла, у памятника, у этого, и тут же скульптор стоял Слава. Ну, и я сказала, что он прямой парень, чего его такого сутулу сделали. Я же сказала прямо в глаза, сказала я, нет. Как петух, когда ему подшибешь, крылья, как свечка был прямой парень. И обязательно, вот тут ему сапоги надо. Что ж он бегшую в сапогах ходил? Ну, где-то в сапогах одетый, в туфлях, где сапоги, где нужны они были? Да что ему обязательно вот так, вот надо вот эти кирзы. И, наверное, сборенные, вот кто у меня не был с Россинскими, Надежда Алексеевна Едыкина, она в завод школе, вместе росли, рядом жили. Хорошо она его знает, как и я так. Ну, тайны наши, может, внутренние, не знать там, что и я не скажу, и он ей не докладывал, мне об этом деле. Только так она, как человек, она его прямо знает, как все. Вот она приехала, она говорит, да что, это совсем прям на смех. Ну, куда же, такого длинного, куда такого. Пусть поаккуратнее ладит. Раз на родине ставить память, не надо, чтобы что-то вот сделать, чтобы его люди в чем-то видели всегда. А он там никогда не проходил, чтобы он не оделся, чтобы он пришел, приехал ко мне вот там, погасить маленько, чтобы он на почту, часто на почту ходил. Ну, галстук не вешал, не скажу. Чего уж есть, то есть, не скажу. Ой, в какую пору он на родине жил, в то время даже кирзы у нас не было. Никаких кирзовых сапог не было. Где-то не вот пошла кирза эта самая несчастная. А в ту пору носили сапоги, так у нас было есть еще и делать. Коржевный товарчик был. Ну, вот на фильмах, ну, раз тут надо, так надевал, а он памятник и сделал. Боже, спаси, какой памятник. Нам не надо такой памятник. Так и скользили прямо. Цыгане носят серьги, А серьги непростые. Цыгане носят серьги, А серьги надуные. Ой, мама, 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 люблю цыганая. Ой, верю, верю, дети, Что есть любовь на свете. Ой, мама, 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 Люблю цыганая. Ой, верю, верю, дети, Что есть любовь на свете. Цыгане носят кольца, А пульца непростые. Цыгане носят кольца, А пульца золотые. Ой, мама, 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 Люблю цыганая. Ой, верю, верю, дети, Что есть любовь на свете. Ой, мама, 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 Люблю цыганая. Ой, верю, верю, дети, Что есть любовь на свете. Цыгане носят юбки, А юбки непростые. Цыгане носят юбки, А юбки широкие. Ой, мама, мама, Люблю цыганая. Ой, верю, верю, дети, Что есть любовь на свете. Ой, мама, 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 Люблю цыганая. Ой, верю, дети, Что есть любовь на свете. Важно? Ой, гора, горячore. Ой, горячо. Ой, горячо. PC2 wait. И это чувствует, Спасибо, что было достаточным и удивительно с бесitten. Я считаю, что рядом сеже с позд Luxemple Hunt,